Друзья, всем привет! Всех с наступившим 2022 годом! Сегодняшний ролик у нас будет о рыболовном рюкзаке. То есть о его доработках, небольших, можно так сказать, лайфхаках. Что я придумал, так как хочу полностью отказаться от рыболовного ящика и уже выдвигаться на рыбалку с рюкзаком. Итак, вот обычный стандартный ящик, без каких-либо изменений. Что меня сподвигло к тому, чтобы перейти на рюкзак? Чем мне стал настраивать этот ящик? Во-первых, вес это ладно, вес. Самое главное, это верхний отсек, куда должны складываться удочки. Как вы знаете, здесь прорези есть, но размер самих удочек будет очень маленький. Это шестики удочек, надо у каждой удочки отпиливать. Плюс бывает у самих катушек такое расстояние, что они просто сюда не входят. И постоянный брикоток стоит, еще что-то. Ну, короче, полностью меня не устроило это. Далее. Сам этот отсек. Ну, обычный отсек, ничего удивительного тоже в нем нет. Но, допустим, надо положить термос, надо положить ту же рыбу, эхолот, штатив для камеры, еще что-то. И, получается, полностью все не влезает сюда. Приходится с собой брать тот же рюкзак. Это, получается, несешь с собой чемодан, бур, рюкзак. Зачем нести чемодан, если можно взять рюкзак, в который все прекрасно уложится, и будет, ну, комфортно его нести. Не на одной ямке, а на двух, как у рюкзака. Так вот, чехольчик от моей Шуманы Катана. И что я из него придумал сделать, сейчас увидите. Ну, вот, значит, друзья, такой вот чехол до удочек получился. Этот чехол у меня получается две, 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 под шесть удочек. И этот ровно под две. Ну, это такой, можно сказать, переносной, с которым буду постоянно ходить. Здесь две удочки безмотыльные, ну, которыми я часто пользуюсь. Вот завязочки здесь специальные. Это на ушки у штанов, где поясной ремень крепится, можно привязать и спокойненько передвигаться. Ну, вот, друзья, вот такой вот рюкзак я себе приобрел. Цена у него 600 рублей. И что я хотел бы вам показать по доработкам. Про куда складывать удочки я вам показывал. Что еще я сделал. Вот, пожалуйста, верхний карман. Все спокойненько выкладывается. Ничего брякать не будет. Цепляться ничего, ни за что не будет. Все спокойненько. Ложечку мы вот сюда вот положим. Раз. Все. Выпасть она уже никуда не выпадет. Это первая доработка по удочкам. Вторая доработка это вот лямки. Они были не здесь. Они были здесь чуть-чуть сбоку. Я их отрезал. Сюда вот переделал. Поставил вот такую вот штучку. Вот, просовываем одну. Раз, защелкаем и все. Вот. Это у меня сделано... Сейчас видите, для чего. Кто-то, естественно, скажет, ну... Чемодан, он все-таки привычнее. Поставил его где захотел. Сел на него. Но и это я предусмотрел в своем рюкзаке. Вот. Очередная доработка получается. Приделал сюда одна лямочка и вторая лямочка. Лямочки крепятся только за одну ножку. Выдвинул. Поставил. Все. Никаких проблем. Стульчик. Фикс прайс. 200 рублей. Легкий. Удобный. Ничего не складывается. Все. Мертвый. Раз. Все. Надел. Пошел. Друзья, если вам понравилась такая идея о доработке рыболовного рюкзака, ставьте свой рыбацкий лайк и подписывайтесь на канал. В дальнейшем будут выходить ролики также о самоделках, об изготовлении мормышек, ну и разные другие самоделки. Все увидите в дальнейшем. Начинал говорить о вот этих вот лямках, которые я переделал. Сейчас, естественно, покажу, для чего я это сделал. Берем бур. Лямочка сюда. Раз. Раз. Закрепили. Снизу точно такая же есть. Все, хорошенечко подзатянули. Все. В руках вы больше ничего не несете. На плече у вас ничего больше не лежит. Все спокойненько на двух лямочках. На портфеле. Сейчас покажу, как выглядит это на спине. Ряночка. Все. Ножки, получается, у нас здесь по бокам у стульчика. Портфель не мешает, руки свободны. Спокойное передвижение на дальние расстояния. Можно на лыжах. Можно так спокойненько идти. Ничего не мешает. Ну что, друзья. Вот такие вот доработки у меня получились. Все, естественно, буду испытывать. Буду сейчас сходить с этим рюкзаком на рыбалку. И свои ощущения на рыбалке я вам все расскажу. Как удобно, неудобно. Ну а вы подписывайтесь на канал. Ставьте свои рыбацкие лайки. И увидимся в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok